здравствуйте дорогие подписчики перед новым годом обещал записать видео относительно предстоящего уже наступившего наступившего 24 года но как-то все забегался да было много суеты соответственно не записал сейчас исправляюсь постараюсь рассказать видение которая будет указывать на судьбу наступившего уже года потому что там знаки действительно очень необычные очень необычные проблемные я бы даже сказал да то есть будет много позитивных элементов но и негатива будет еще больше да то есть так вот скажем так серединка наполовинку ведение началось с того что оказавшись в пространстве на планете до состоянии медитации на читаю мантру я увидел приличное количество духов причем демонических существ и когда я смотрела не смотрел на них я понимал что войны как которые сейчас идут и те состояния эти трудности которые существуют на планете они как раз связаны с этими духами традиции индуизма их называют брахмаракшасы да то есть в традиции христианство демоны и вот я увидел огромное количество брахмаракшасов которые были проявлены на планете я видел как они подвергались воздействию на людей да то есть в буквальном смысле в людей вливали огромное количество нечистых энергий так чтобы исказить их судьбу ухудшить их состояние это было связано с деятельностью государства это было связано с деятельностью людей а вот в особенности преследовались души которые приходили из высших миров да они в непрерывно подвергались воздействию какому-то а вот и все это наблюдая я в какой-то момент удивился наверное особой жестокости вот со стороны этих духов как бы для меня было непонятно ну условно говоря непонятно да на тот момент по когда я смотрел я не понимал почему почему они столь жестоки да и на самом деле человеческое существование но и так проблемное в нынешнее время они подвергали воздействие не только допустим там мужское население но и женское даже детей да то есть негатив поток негатива скидывали и на детей всячески тормозя их развитие создавая препятствия проблема это было довольно как довольно мрачная и я бы даже сказал отвратительное начало видения но то что начало происходить дальше немножко удивило потому что в какой-то момент я видел до планета как бы содрогнулась но содрогнулась не планета а это был какой-то элемент пробуждения видел огромную душу божественную душу вот от нее исходило очень много света вот и в мгновение он очень сильно засияв вот он начал выталкивать убирать с планеты этих нечистых духов вот и движение причем было с запада на восток что самое интересное да как бы этому есть объяснение именно в состоянии видения мы-то часто думаем что нечистые духи нечистые души которые там сказываются их их пребывание на планете дурно сказывается на жизни людей они якобы из каких-то там властных структур да там те же самые там сталин гитлер и так далее да бесспорно эти люди не самые чистые но на самом деле самые жуткие демоны они находятся в духовности да то есть их больше всего в духовных структурах и этот это божественная личность сияющая светом она появилась именно запада она проявилась запада и пошла гнать этих нечистых духов бесов до в направлении востока вот и движение было сначала по всей планете но потом он данное движение она как бы сфокусировалась на территории индии и какой-то момент я увидел как на берегу океана на западной части побережья и индии да скопилось огромное количество демонических существ и вот это вот божественная личность она и в буквальном смысле своей своим светом гнала перед собой не разбирая кто там что там как бы ты ему было все равно он просто их отжимал да и когда я увидел как они скопились на берегу океана там было последнее движение когда он их буквальном смысле мне как мне тогда показалось что он скинет их в океан но на самом деле он дойдя до края океана вот он их по большому счету изгнал с планеты да и в какой-то момент я осознал что часто говорится относительно тех пророчеств которые есть в откровении да либо в тех же в том же самом том же самом писании там падма пурана говорится относительно трансформации планеты как все это будет происходить нечистым духом будет просто запрещено жить на планете и это будет сделано с позиции нет ни людей а с позиции божественных личностей и вот то что я видел как изгнание до сначала это божественная личность о он как бы гнала в направлении побережья океана вот и мне казалось что он скинет их в океан на самом деле он дойдя до края океана до побережья он показал что как бы что эта территория его и там где он вступал сияла очень красивая сиял очень чистый красивый свет и планета на сияла голубым светом да то есть там где он находился начиналась сиять начинал сиять свет свет джаганадхи или кришны вот почему я сказал джаганадхи потому что на удивление невзирая на то что я в индии не был именно в джаганадхапури вот видение я оказался в самом джаганадхапури я видел как в это божественная личность именно гнала до джаганадхапури этих злых духов вот а потом он уже проявился как именно как джаганадха выйдя из храма да то есть было видно это сияющее божество который просто своим повелением запретил им жить и духи отправились в адские миры вот и уже тогда стало понятно что сейчас уже на планету выходят именно благословения божеств или проявляются благословения божеств и этот год он будет связан в большей степени с войной но как бы там ни было данный год будет ознаменован победой победа именно условно говоря добра над злом вот и духи и демоны будут изгнаны соответственно точно также можно сделать вывод относительно тех же самых боевых действий которые есть на планете тех конфликтов которые разжигаются развиваются скорее всего этот год будет своего рода кульминацией да и в чем еще удивительный элемент как бы джаганадха напрямую не доминирует в пророчествах вот нет бесспорно есть предсказания в которых говорится что придет шри джаганадха как калки аватар на землю вот но само видение было связано именно с джаганадхапури что тоже является особым таким мистическим знаком о том что условно говоря божества включаются в работу да то есть их деятельность их защита относительно планеты начинает проявляться все ярче и ярче вот такое вот весьма необычное видение вот но хочется сказать что во первых нужно быть очень аккуратными беречь свои семьи или беречь своих мужей соответственно жен потому что друзья мои потому что воздействие духов и воздействия к льюге она очень проблемные да потому что я еще раз хочу сказать их им было безразлично состояние даже детей понимаете это это страшные духи вот но как в сказке добро победит как как сказал чингискан выпущенную стрелу уже не остановить джаганадха